Вместе с председателем районного совета депутатов Надеждой Суровцевой и главным врачом больницы Дмитрием Семенцовым, Наталья Санина пообщалась с врачами и пациентами, оценила уже сделанный ремонт в поликлинике, скорость и качество ремонтных работ в урологическом отделении стационара и благоустройство территории медицинского учреждения. Мы делаем, стараемся, мы медики стараемся. Я как главный терапевт в Московской области сегодня посетила и поликлинику, и стационар. И вижу, что за последний год, а я была здесь год назад, сделали очень большие серьезные подвижки, финансовые вложения. Но это начало большого мощного пути на пользу населения Щелкова и Щелковского района. В поликлинике на вопрос депутата Госдумы, какие есть претензии по медобслуживанию, сидящие в очереди стали жаловаться на проблемы при электронной записи к врачу. Так рассказали случаи, когда на одно и то же время к участковому терапевту через интернет были записаны сразу 4 человека. Возникают трудности и при записи по телефону. Чтобы записаться к дефицитному врачу, надо позвонить по этому телефону. И мне сказали, что 5 минут, я звонила 3 дня, там все время в зале. Пациенты приходили к нам, подходили к нам и говорили, что есть определенные проблемы с записью через интернет и через колл-центр. Естественно, депутаты всех уровней, мы на местном уровне, областные депутаты, депутаты Государственной Думы. Анализируя и компонуя эти вопросы, потом мы их будем доводить на уровень правительства Московской области. Может быть, будут приняты еще какие-то решения. Но пока вот эти проблемы есть. Побывала Наталья Санина и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ледовая арена» имени Владислава Третьяка и отметила большую роль этого учреждения в профилактике легочных и сердечно-сосудистых заболеваний. Я хочу пожелать населению Щелковского района и города Щелково, конечно же, здоровья, активного образа жизни, активного во всем, в правильном питании, в двигательной активности, в посещении таких физкультурных мероприятий, помощи друг другу в этом, потому что, наверное, национальная идея заключается в том, чтобы помогать друг другу правильно жить. Сергей Дадыко, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...